Покупка недвижимости Покупка недвижимости Покупка недвижимости Покупка недвижимости Покупка недвижимости В этом случае, если передается задаток, то сторона, получившая задаток, должна вернуть двойной размер задатка, если она отказывается от исполнения или заключения договора. Сторона, получившая задаток, оставляет задатку себя, если сторона, давшая задаток, нарушает обязательства. Важно заключить предварительный договор о купле-продаже и соглашении о задатке, поскольку в случае отказа какой-либо стороны будет трудно доказать, кто кому и сколько должен вернуть денег. Если подписывается только соглашение о задатке, то впоследствии этот задаток толкуется судами как аванс. Поскольку без договора купли-продажи он не имеет обеспечительных свойств. Фактически он должен подтверждать намерение сторон заключить договор купли-продажи. Да, по сути. Но поскольку он носит обеспечительный характер, соответственно, он должен обеспечивать исполнение обязательств. По существующему же договору купли-продажи. Существует несколько групп договоров, которые считаются заключенными с момента государственной регистрации. К ним относятся все сделки с жилыми объектами недвижимости. Договоры с нежилыми помещениями и земельными участками считаются заключенными с момента их подписания. Договор купли-продажи жилого помещения считается заключенным с момента госрегистрации. В этом случае он считается вступившим в законы сил с момента госрегистрации. Соответственно, все условия задатки, которые имеются в договоре, они также вступают после госрегистрации. И впоследствии, если, например, заключили договор купли-продажи жилого помещения, он не исполнялся той или иной стороной, то взыскать тоже нельзя двойных задаток или, соответственно, оставить его у себя, потому что договор не прошел государственную регистрацию. Поэтому в этом случае можно посоветовать следующую сторону. Либо вы заключаете предварительно договор купли-продажи и соглашение о задатке. Тогда в данном случае судами передная сумма будет трактоваться именно как задаток и со всеми вытекающими последствиями. При оформлении сделки покупателю и продавцу лучше всего оформить соглашение об авансе, в котором можно прописать ответственности сторон и штрафные санкции. Если брать авансовый платеж как предоплату, то тогда можно также написать соглашение об авансе. Вот в соглашении об авансе можно включить все, что угодно, потому что он не рекламентируется гражданским кодексом. Это можно предусмотреть и штраф в виде двойной суммы, можно предусмотреть и какие-то неустойки. И в этом случае также это будет действовать, потому что стороны заключили это соглашение об авансе, соответственно, приняли на себя все обязательства, какими бы они там серьезными ни были. В соглашении о задатке или авансе должны быть указаны сумма, передаваемая покупателем продавцу, характеристики объекта недвижимости, стоимость квартиры и сроки, в течение которых должен быть заключен договор купли-продажи недвижимости. Из всего сказанного становится понятно, что покупателю выгоднее задаток, а продавцу аванс. Главное перед оформлением сделки купли-продажи обязательно заключить соглашение о передаче суммы денег продавцу недвижимости. Удачи вам в квартирных вопросах. Пока!